всем большой привет сегодня хотела вам показать свои новинки новинки своей парфюмерии и первый парфюм который вы видите это шведская фирма байреда тюльпан аромат 2010 года уже он не новый что касается нот здесь фрезия ревень также здесь ветивер сам собственно тюльпан и цикламен аромат который мне ассоциируется в первую очередь с ранней ранней весной первой капелью с 8 марта но в общем то я и начинала пользоваться именно им 8 марта он действительно пахнет тюльпаном тюльпаном очень свежим только срезанным действительно листики тюльпана вот именно только-только срезанные тюльпаны очень свежие очень такой аромат я бы сказала тонкий звенящий и на самом деле очень весенний обязательно попробуйте я думаю что он понравится практически всем следующий парфюм это парфюм от маля называется парфюм для для терезы парфюмер эдмонд рудницко здесь очень интересная такая легенда что он этого парфюмера рудницко была супруга и он сделал этот парфюм для неё она пользовалась им более 50 лет и только после ее смерти он или по-моему даже его сын продал эту фирру это это вот именно эту формула этого парфюма предреку малю после этого вот начиная с 99 года этот парфюм уже продается под этой маркой аромат очень достаточно такой сложный я бы сказала далеко не каждому понравится его еще называют вот забыла сказать его называют ароматом счастливой женщины наверное вот в первую очередь меня и подкупила я купила его он конечно не на каждый день еще раз повторюсь без затеста брать не нужно он достаточно сложный немного даже я бы сказала ретро он совсем не современный не то что ретро ретро но такой вот действительно настоящая наверное ниша что называется он принадлежит к так называемым фруктовым шипром здесь дыня также здесь танжерин танжерина это это мандарин по-другому это какой-то сорт мандарина здесь роза и здесь слива я им пользуюсь с удовольствием пользуюсь но еще раз повторюсь аромат такой достаточно сложный и не на каждый день но мне очень хотелось иметь его в своей коллекции в общем то он очень по-разному раскрывается еще раз повторюсь нам на многих может быть это зависит даже вот от вашего какого-то состояния может даже от гормонального фона я заметила если вы спокойно если вы все у вас хорошо он очень красив вот немножко начинаете там как-то вот нервничать он какой-то становится иногда вот даже резким и так как это фруктовый шипр здесь конечно в первую очередь слышатся фрукты это дыня и я думаю как раз будет уместен вот в период созревания фруктов следующий парфюм который я приобрела совсем недавно его наверно представлять не надо все его знают прекрасно нарсисса родригес у меня не было я давно хотела его в свою коллекцию в общем все таки я его купила аромат награжден двумя какими-то там премиями именитыми не знаю точно не буду ломать язык но он действительно достойный очень очень необычный ну еще раз говорю все вы его знаете это в первую очередь мускусный аромат здесь османтус апельсиновый цвет и также здесь в составе есть пачули для меня это аромат городской не могу сказать что летний он такой общем-то всесезонный ну почему-то для меня это это вот аромат именно городской на природе где-то там деревне еще где-то я его совсем на себе не представляю с удовольствием пользуюсь единственное конечно что он очень такой растиражированный на многих его можно услышать но тем не менее конечно аромат достойный неспроста его наградили этими премиями очень красивый аромат и действительно есть такая категория ароматов которые даст фору я считаю даже ниши настоящие вот этот как раз аромат из этой серии и еще один аромат который наверное не нужно представлять все его наверно прекрасно знают это шанс шанель шанс фреш зеленый зелененький аромат по моему он предпоследний из вот из четырех он предпоследний это аромат первую очередь цитрусовый это действительно летние настоящий летний аромат сложно его разложить на ноты но в первую очередь я слышу цитрусы тоже буду пользоваться в жару в офис на работу куда-то может быть просто для прогулок вот самый настоящий летний аромат когда не знаешь что чем пользоваться вот это идеальный я считаю вообще вот вариант и последний аромат на сегодняшний день не хочу затягивать это видео он меня уже закончился все таки решил вам показать здесь даже видите надпись уже стерлась это аква депарма это итальянская уже фирма и называется это парфюм магнолия это парфюм 2009 года и здесь цитрусы магнолия роза жасмин почули и ваниль составе аромат очень женственный вот первую очередь он меня этим подкупил действительно вы никак не назовешь унисекс но мужчине вообще вот никак это это действительно вот сама женственность аромат больше такой цитрусово сладко цветочный очень сбалансированный вот кто любит такие цветочные ароматы которые не душные вот как раз вот идеальный вариант я им пользовалась при великим удовольствием в общем практически могу сказать что вот на данном этапе это было вот мою парфюмерная как многие говорят вот и выпользовала целый уже флакон обязательно буду повторять специально даже его не выкинула иногда вот просто чтоб память освежить как он пахнет вот обязательно его повторю его или может быть даже от этой фирмы хочу я еще попробовать очень пион но вот в данном этапе вот я могу сказать последнюю весну и вот начало лета это вот мой был прям фаворит фаворит тоже обязательно попробуйте вот кто любит чисто женские цветочные такие вот неприторные не сладкие цветочные цитрусовые ароматы ну и на сегодня наверное все есть еще у меня парфюма будет продолжение всем спасибо за просмотр пока